В Алтайском крае программа дегазификации проходит во многих городах и районах. Работы выполнили максимально быстро, а накануне к новым газовым сетям уже подключили первые домовладения. В мероприятии участвовали генеральный директор Газпром газораспределения Барнаул и глава города Белокуриха. А это значит, что теперь жители 9 улиц и 7 переулков Белокурихи, и того 337 домовладений, могут подвести голубое топливо до границ своего участка бесплатно. Еще предстоит газифицировать порядка 2000 домовладений, говорит глава города. Из них уже чуть меньше тысячи подали заявление, 411 договоров подготовлено, 139 уже заключено. И я думаю, что вот такой комплексный подход, он как раз таки дает возможность такими большими шагами эту программу выполнять. Конечно, для Белокуриха очень радостное событие. И радоваться есть чему. Директор газоснабжающей компании рассказывает, объект был не из простых, и тем не менее, со всеми трудностями удалось справиться. Сложность заключалась в том, что, во-первых, грунты такие, уже в предгорьях мы строим сложный рельеф, и стесненные условия, такие узкие достаточно переулки. Виктор Бирюков одним из первых в городе принимает участие в программе дегазификации. Рассказывает, подключиться к газу вынудили бытовые неудобства. Сажа, значит, из углярки ходить, постоянно носить, значит, это мог только мужчина делать, женщине уже неудобно, если надо дома. А тут все совпало. До границ участка газ провели бесплатно, а за техническое подключение часть средств вернули. Это почти 50 тысяч рублей. Другому жителю Белокурихи, ветерану Великой Отечественной, не только провели газопровод, но и в преддверии праздника Победы представители Газпрома преподнесли небольшой подарок. Мы пришли поздравить вас с наступающим Днем Победы, вручить подарок такой за ваш вклад в Дело Победы, вручить паспорт для газовой плиты и тут вот такой небольшой подарок, чаю. Еще 97 участков подключат газу в Белокурихе в ближайшее время и сбор заявок продолжается. В компании уверены, газификация – серьезный шаг в сохранении экологии курортного города. Елена Кузовкина, Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.